Спасибо, что решили провести со мной эти несколько минут. Спасибо, что вы снова с нами, и я рад нашей встрече. Я хотел бы снова поделиться с вами своим пастырским опытом, а также мыслями о взятомии Слова Божьего из Библии. Вечного Слова, которое нам дано для назидания, чтобы мы лучше знали, чего же хочет Бог в нашей жизни. Моя тема сегодня — время принять решения. Я надеюсь и молюсь, чтобы вы сегодня и в будущем принимали правильные решения, которые будут иметь благоприятные последствия вашей жизни. Вы знаете людей, которым сложно принимать решения. Но такие люди нерешительны, они паникуют, когда им нужно принять порой банальное, простое решение, боясь ошибиться, не зная, что делать. Их тормозит эта постоянная нерешительность, которая входит в привычку, создающую проблемы и приносящую страдания. Некоторые говорят «да, я сделаю это потом», а затем откладывают принятие решения, и это мешает человеку жить. В отрывке, который мы с вами прочитаем, сказано не только о человеке, у которого была эта проблема нерешительности, а о целом народе, о евреях. В Третьей книге Царств, 18 главе, мы читаем о напряженной, сложной ситуации, в которой пророк Илья выходит к народу, чтобы сказать, что им нужно определиться. Он подталкивает их к принятию решения, своим авторитетом, а также своим словом. И вот что он говорит. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Этот народ потерял способность к выбору. А все почему? Потому что они пошли на компромисс, даже на целый ряд компромиссов. У них был Бог, с Которым они заключили завет, Адонай, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Этот Бог был их наследием, Бог, давший им обетование. Но к этой вере они добавили, хотя этого нельзя было делать, но они добавили дела, которые Бог не мог одобрить. В итоге Бог должен был наказать их за это, выяснить отношения с народом. Ведь Он не мог разрешить им жить в постоянном грехе. Поэтому Илья говорит им, «Долго ли вам хромать на оба колена?» И не отвечал народ Ему ни слова. Но отсутствие ответа — это уже ответ. Отсутствие решения — уже решение. решение оставаться на нейтральной территории, в зоне комфорта, не определяя свою позицию. Цель этой проповеди — помочь вам четко определить свою позицию в соответствии с волей Господа, с волей Бога, чтобы вы приносили плод. Израильский народ в этом положении нерешительности и компромисса пережил такие последствия, что вся страна пострадала. Не было дождя, не было урожая, не было ничего из-за этого компромисса. Итак, вот две ситуации, в которых кое-что должно встать на свои места. Благодаря Илье, который подтолкнет народ к принятию решения. Мы скоро это увидим. Народ ничего не отвечает. Он находится в состоянии нерешимости. И Илья сделает следующее. Он сделает два дела, которые нас вдохновят сегодня. Во-первых, в той же 18 главе, в 30 стихе сказано, «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне». Подойдя к нему, они должны были подойти и к Богу. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Первое, что требует от нас Господь, так это оставить старые привычки, неправильное отношение, неправильное решение, компромисс, то, что мы делали неправильно. Самое первое, это восстановить связь, контакт, общение с Ним, вернуться к тому, что было утрачено. Друзья, те, кто ищут Бога, обязательно Его найдут. Вы Его найдете там, где последний раз встретились с Ним. Итак, Илья требует и подчеркивает, что народ должен определиться. Он делает это, восстанавливая разрушенный жертвенник. Он восстанавливает жертвенник, символ общения, о котором я уже говорил. Когда он кладет жертву на восстановленный жертвенник, то показывает этим, что народ должен снова посвятить себя, снова отдать себя Господу полностью, бескомпромиссно, и прекратить, смешивать несовместимое. Они искали выгоды со всех сторон, чтобы снискать благоволение царя и его вельмож. Но Господь сказал, «Вы должны быть целиком на моей стороне. Принесите свои сердца в жертву. Принесите свою жизнь в дар Богу. Это и есть первый шаг». Читая дальше, мы видим, что этот жертвенник был построен из двенадцати камней, которые означали весь народ. «Все двенадцать колен в единстве». Единство народа было необходимо, чтобы получить прощение грехов, свободу и благословение. Потом Илья положил дрова на жертвенник. Они символизируют дерево креста, которое нам указывает на Иисуса, на источник, на решение, на спасение. Ведь мы получаем прощение, свободу, благословение, восстановление, когда приходим к кресту Голгофа. Ну и последнее, что делает Илья, он молится. Его молитва, я закончу на этом, такая трогательная и красивая, потому что она нам показывает, что если человек не может чего-то сделать, Бог может сделать это, если мы его просим. Он говорит, «Господи, Ты обратишь сердце их к Тебе. Ты обратишь сердце их к Тебе». У нас может быть в голове целая процедура, как нужно обратиться к Богу, сделать что-то, что нужно сделать, исправить что-то, вернуться назад. Но на самом деле, Бог может сам коснуться нашего сердца. «Господь, обрати сердца к Тебе». Наш выбор — это хорошо и важно, но встреча от сердца к сердцу, лицом к лицу — это внутреннее решение, которое меняет нашу жизнь по любви. Бог может сделать это. Позвольте его любви коснуться вашего сердца. Позвольте своему сердцу пережить его присутствие. Пусть в вашем сердце созреет это твердое решение оставить всякий компромисс. Сегодня время принятия решения, чтобы Бог смог коснуться вашего сердца. Возможно, вы молитесь за тех, чье сердце ожесточено, чье сердце отдалилось от Бога. «Господь, обрати их сердце к Себе». «Господь, обрати их сердце к Себе». Встаньте перед этим жертвенником, перед этой жертвой и скажите «Господь, обрати сердца». Я хочу, чтобы сердца обратились к Тебе. Я хочу приблизиться к Тебе. Пусть их сердце тоже приблизится к Тебе, Господи. Сегодня время принять решение. Сегодня я делаю выбор. Я поступаю в соответствии с ним и оставляю компромисс. Оставляю жизнь, в которой смешано чистая и нечистая, святость и нечистота, свет и тьма, то, что Бог одобряет и благословляет, и то, что Он не может благословить. Я оставляю это, чтобы быть чистым перед Ним. Как Илья, я хочу быть глашатым, чтобы вы пережили благословение и вдохновение в этом замечательном деле отдать Себя целиком и бескомпромиссно Господу Господ и Царю Царей, Который Вас любит и поможет Вам. Спасибо, что были со мною. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok